Субтитры делал DimaTorzok Многие книги не перечитывал. Я боюсь, например, Жюлью Верну сейчас перечитывать, потому что я боюсь, что он мне понравился сегодня значительно меньше, чем он мне понравился в шестилетнем возрасте. Как-то все должно в своих местах стоять. Спасибо. Ну, сейчас вот выложим, а потом поотвернемся. Скажите, а каковы Ваши музыкальные ориентиры? Такие вопросы такие. Ой, за не очень простые музыкальные ориентиры. Я очень люблю хорошую музыку. Вот это главная ориентира. А вся остальная музыка меня мало интересует. Это не значит, что надо запрещать. И я даже совершенно толерантно отношусь к людям, которым нравится что-то, что не нравится мне. Просто мне это неинтересно. Опять природная скромность помешала Андрею Вадимовичу сказать, что еще не пишу хорошую музыку, помимо того, что люблю. Представляете, идиота, который сидит на сцене и говорит, я пишу хорошую музыку. Поэтому это говорил идиот я. Можно? Добрый день, Андрей. Вы являетесь моим кумиром с детства. Я вырос на Ваших стихах, наизусть и машину времени, и просто Ваши личные стихи. Вы во мне пробудили дар поэта. Я сейчас начал писать стихи, я начинающий поэта из Волгограда. Начал писать стихи, вот уже издал две книги. И хочу лично для Вас, потому что Ваши дворцы и замки. Принцип жизни у меня легко казаться очень трудно быть. Навсегда врезался в память. И я пытаюсь Вашими заветами идти по жизни. Спасибо большое, особенно если учесть, что казаться и быть это стихи Ворона. Ой, простите, пожалуйста, почему-то в интернете было что-то на Ваши стихи. А в интернете много интересного, знаете, но с интернетом осторожно. Хорошо, я хочу от души подарить Вам два своих сборника стихов. Спасибо большое, спасибо. Вот такая вот встреча двух поэтов, ученика и учителя. Спасибо Вам за подарки, спасибо за вопрос, ну и еще одни вопросы. Сейчас Вы тут читаете, читаете то, что именно и почему. Что я сейчас читаю? Сейчас я читаю параллельно рассказы Габакова. День рождения женщины среднего возраста. Такая вышла книжечка. Параллельно читаю, у меня открытие, такая София Ручаан есть. Книжка, которая называется «Полководец Сони. Перед поездом земле обитала». У нее очень небольшой тираж, но это очень хороший роман. Другие по поводу, насколько я понял, книги о коллеге, да? Сейчас, они вот. По группе, это целых книг в Вашем языке время. Вы видите, книги, это сами книги. Это с Городецким. Нет, я не читал, я, в общем, знаю его интеллектуальный уровень, и степень непорядочности, поэтому, ну, зачем я буду это читать? Спасибо, еще один вопрос. Андрей Вадимович, можно гострый вопрос? Ваше отношение к Шевчуку, вот, в связи его с последних заявлений, ну, или вот старое его посвящение вам такое нелицеприятное? Посвящение его я не помню, честно говоря. Не понимайте, пожалуйста. С Шевчуком у меня хорошее отношение, он талантливый музыкант и талантливый повет. И мы с ним занимаемся одним и тем же. Просто методы у нас разные. Я не люблю демонстрацию вообще. Я считаю, что демонстрация делается не так, чтобы решить какую-то проблему, а чтобы продемонстрировать общественности, что я вот против этого. ни одна проблема путем демонстрации решена не была. Для этого есть другие пути. Для этого надо найти конкретных людей, от которых конкретно что-то зависит, пробиться к ним с конкретными предложениями и с конкретными вопросами. Тогда как правильно. Но ситуация решается. Вот я с ним очки идти. Спасибо. Еще вопросы здесь. Добрый вечер, Андрей Вадимович. Большое спасибо за Ваше творчество. Я хотела бы в нашей семье храниться книга «Геликие музыканты 20-го столетия». И там Андрей Макаревич соседствует с Бом Маккартнием. Как вам такое соседство? Вот старик Маккартниев девица-то, да? Я такой книжки не видел, практически, что да. Они прямо на одной странице? В обнимку. В обнимку на одном из совместных концертов, как я так понимаю. Тем более сейчас все возможно с помощью фотошопа и прочего. Ну, а с кем бы хотелось на музыкальном Олимпе не соперничать, а вот соседствовать, дружить? И с кем дружите из музыкантов? Я как-то нет врагов с этой музыкантов вообще. Я очень со многими музыкантами. Я не могу сказать, что это тесная дружба, потому что мы не так часто видимся, да? Но у нас замечательные отношения и с Чаевым, и со Сплином, и с Горьей Гребенчуковым, и с Лешей Котниевым, и с Умой Турманом. Вообще с людьми, которые делают музыку, которую мне интересно. Спасибо. Если есть вопросы, поднимайте руки. Ну, каждая книга, может быть не каждая, но по крайней мере в книгах задаются вопросы, ищутся на них какие-то ответы. Для вас с течением времени становится в жизни больше ответов, больше вопросов, больше неотвеченных вопросов, больше риторических, может быть, вопросов. Я не занимался статистикой такого рода, но количество вопросов не убывает, это точно. Спасибо. Коротко, емко и талантливый. У нас в гостях Андрей Владимирович Макаревич. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Андрей Владимирович, возникает вопрос после выгоднения нескольких дней. А что вам больше нравится? Писать или кейс? Что лучше, адресит или солнечный день? Это разные вещи, садик. Слава, поезд, левое дело стоит другое. Слава, поезд. Слава, поезд. Слава, поезд. Продолжение следует...